О развитии новейших ядерных технологий говорили сегодня в Курчатовском институте. Площадку для встречи с учеными президент выбрал не случайно. Один из крупнейших в мире научных центров отмечает 75-летие. Владимир Путин отметил, что Курчатовский институт, который начинался с небольшой сверхсекретной лаборатории, сейчас среди основных создателей самого современного оружия. Но военными разработками его специалисты не ограничиваются. Репортаж Ивана Прозорова. Совмещение живого и неживого имеет массу перспектив. Звучит жутковато, но ученые успокаивают. Речь не о восстании машин. Природоподобные технологии, как их называют, напротив, должны помочь человеку. В Курчатовском институте уже разрабатывают механизмы с рукотворными нервными узлами. Когда вы потеряли, например, зрение, вам можно поставить видеокамеру со специальным матопаратом, матобработкой, и интегрировать электроды непосредственно в мозг, в зрительную кору. Владимир Путин был в Курчатовском институте в 99-м. Еще в должности премьер-министра принял участие в запуске первого синхротрона советского долгостроя, который простаивал с конца 80-х. С тех пор многое изменилось. Сегодня президенту показали новое поколение этого ускорителя электронов. Лазерно-синхротронный комплекс. Открытие приурочили к юбилею. Сегодня фактически мы с вами сейчас открываем то, чего в мире нет. Вот мы открываем лазерно-синхротронный комплекс. Это синхротрон, специализированный, единственный на нашем подсоветском пространстве. Это лазерный комплекс. И легендарный Курчатник, так его по-семейному называют сами ученые, появился для создания советской атомной бомбы. Вначале сверхсекретная лаборатория номер два. Несколько станков на окраине Москвы. По сути, 75 лет назад здесь заложили фундамент всей атомной отрасли страны. Его значения, грандиозные достижения наших ученых, конструкторов, инженеров переоценить просто невозможно. Они внесли колоссальный вклад в обороноспособность страны. Ну а если сказать напрямую, может быть, своими достижениями сохранили нашу страну. Благодаря достигнутому паритету, внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности всего мира, всего человечества. Важно, что мы не только сохраняем уникальные компетенции, а постоянно идем вперед. Президент назвал институт легендарным научным центром, который и сегодня динамично развивается. Ученые помогали создать новые образцы стратегического оружия, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию. Вдохнуть новую жизнь удалось в нулевых. Всемирно известный Курчатовский институт преобразовали в национальный исследовательский центр. Здесь создают атомные батарейки для целых арктических городов, разрабатывают ядерный космический двигатель. А еще расшифровали русский геном, учат роботов думать, мыслить масштабно. Всегда было рабочим кредо курчатовских ученых. Поэтому и разговор о будущем всей отечественной науки с руководством Курчатовского института и Российской академии наук. Такие центры притяжения, отметил Владимир Путин, должны быть не только в столице. Принято решение о формировании установок класса Мегасайенс в Новосибирске и в подмосковном Протвино. На базе ведущих вузов в Калининграде, в Поволжье, на юге страны, в Сибири, на Дальнем Востоке будут созданы крупные научные центры. Собственно говоря, они создаются вообще. Они призваны существенно усилить нашу конкурентоспособность, стать центрами притяжения для лучших зарубежных ученых, для наших молодых исследователей. Поддержка молодежи – ключевой вопрос. Зарплата, доступное жилье, но главное – востребованность и мегапроекты. Некоторым регионам нужна помощь. На Дальнем Востоке предложили построить синхротрон на острове Русский. Уже доказано, такие мегаустановки запускают цепную реакцию в экономике страны. Крупнейший проект. Они делают нас привлекательными для мира. Они делают нас знаковыми при участии в заграничных установках. И сегодня у нас есть ассоциация, созданная между нами и Академией. Мы создали много лет назад, которая объединяет академические институты, университеты. У нас отдельная ассоциация университетов вокруг мегаустановок. Обсудили и пилотный центр ядерно-лучевой медицины на Дальнем Востоке этой отрасли. Нужно особое внимание. Россия – лидер в ядерных технологиях. Но в диагностике и лечении онкобольных мы зависим от иностранной техники. Задача и здесь – обеспечить импортозамещение. Российская фундаментальная наука и отраслевая наука обладают всеми необходимыми компетенциями и технологиями для того, чтобы у нас в стране были сделаны и отечественные установки, позитронно-эмиссионные томографии, и кибернажи, протонная терапия, производство радиофарм препаратов. Эти компетенции необходимо как можно скорее запустить в дело и использовать по всей территории страны. Другой важный момент – законопроект, который призван повысить правовой статус Российской Академии Наук. Его президент внес на рассмотрение в Госдуму в феврале. Один из пунктов – собственная научная деятельность РАН. Если вы посчитали целесообразным такую опцию иметь в законе, поэтому я не возражал, можно, конечно, подумать над тем, как реализовывать эту норму закона. Это понятно. А если вы увидите какую-то угрозу в ходе обсуждения закона в Государственной Думе, давайте нам знать напрямую. Президент добавил, что финансирование отечественной науки в ближайшие годы должно вырасти в полтора раза. Предстоит вскоре обновить и половину всей научно-технической базы, а для этого привлекать и бизнес, создавая ему выгодные условия. Речь идет не просто о технологическом прорыве, подчеркнул Путин. Масштаб преобразований должен быть сопоставим с атомными и космическими проектами, в которых Россия – признанный лидер. Иван Прозоров, Павел Волконский, Марат Хибболин, Марина Елисеева, Екатерина Ировенко, Сергей Валетов. Первый канал.